Моя очередь рассказать о новых нормативных требованиях Банка России, которые растекают из 167-го федерального закона, который, как я сказал, вступает 26 сентября 2018 года в силу. Соответственно, я, наверное, пройдусь по тем новеллам, которые в законе предусмотрены, и расскажу, как это предполагается реализовать в нормативных актах Банка России. Значит, первая вещь, которая в законе имеет место быть, первая обязанность банков при приеме распоряжения на шлини перевода в денежные средства, осуществлять выявление признаков несанкционированных переводов. И при выявлении таких признаков, собственно, проводить мероприятие по получению дополнительного подтверждения у клиентов легитимности такого платежа, легитимности распоряжения на шлини перевода в денежных средств. При этом в законе предусмотрено, что вот эти признаки, которые необходимо выявлять, устанавливаются Банком России, определяются Банком России. Значит, в этой части необходимо сказать, что, соответственно, изначально при разработке законопроекта была предусмотрена логика, что поскольку эти признаки, хотя и определяются Банком России, но потенциально они подвержены быстрым изменениям, была предусмотрена логика, что эти признаки не определяются Банком России в виде нормативного акта, а просто определяются внутренним актом, внутренним распределительным документом Банка России, публикуется Банк России на сайте в сети интернета. Значит, такие перечни признаков подготовлены. Собственно говоря, мы планируем эти перечни признаков опубликовать, собственно, вот к концу сентября на сайте. Значит, для чего была выбрана такая конструкция, да, что перезнаки определяются Банком России? Значит, в процессе согласования законопроекта высказывалось мнение, что если отдать возможность определения признаков на охотку к банкам, то потенциальная возможность злоупотребления со стороны Банка в плане определения признаков по своему свойственному усмотрению, и что может, так сказать, создать негативный эффект с точки зрения, значит, клиентского опыта клиентов Банка, да. Поэтому законодатель однозначно предусмотрел, что признаки определяются Банком России, и никаких дополнительных признаков по отношению к тем признакам, какие Банк России определил, кредитные организации не могут использовать. То есть, таким образом, мы находимся в определенной такой достаточно сложной ситуации, чтобы сделать, а, признаки более-менее работающими, второе, б, чтобы признаки были сформулированы достаточно в общем виде, чтобы не ограничить деятельность Банка России по, не ограничить деятельность кредитных организаций по эффективному антифрофт-мониторингу. Поэтому мы, как бы, постарались сделать признаки, значит, сказать, максимально в общем виде, но, с другой стороны, чтобы создать условия для минимизации риска за употребление со стороны кредитных организаций. Ну, как я повторюсь, эти признаки будут уползены в ближайшее время. Приказ об их определении находится на стадии согласования. Второй момент, значит, законным проектом предусматривается направление информации о фактах и попытках осуществления несанкционированных переводов денежных средств от операторов по переводу денежных средств в Банк России. На основании вот этой информации, которую мы получаем от операторов переводов денежных средств, Банк России организует и ведет базу данных о несанкционированных переводах денежных средств и распространяет эту информацию из этой базы данных среди, так сказать, кредитных организаций, среди операторов услуг платформы инфраструктуры для того, чтобы эти организации могли проводить мероприятия по, так сказать, мероприятия по противодействию несанкционированным переводам денежных средств. Это конструкция законопроекта. Вот, собственно говоря, порядок направления информации от оператора по переводу денежных средств от кредитной организации и от оператора услуг платежных структур в Банк России. И порядок распространения информации, вот этой информации из этой базы данных от Банка России, собственно, участника рынка, он определяется нормативным актом Банка России. В настоящее время этот нормативный акт разработан. Значит, он прошел процедуру согласования, он прошел процедуру оценки регулирующих воздействия. Мы ожидаем направления в меню с этого нормативного акта к концу сентября этого года. Значит, еще раз повторю, что этот нормативный акт будет устанавливать, витализировать обязанность, собственно говоря, участников, субъектов национальной платежной системы по направлению информации, собственно, в Банк России и получению информации из Банка России. Значит, при этом этот документ не содержит... То есть он определяет перечень информации, которая направляется, и определяет обязанности направления этой информации в определенный период времени. Значит, этот документ не определяет детальные форматы представления информации, то есть группы форматы, JSON-схемы и так далее. Для того, чтобы прилить детальные форматы, JSON-схемы, с нами разработан отраслевой стандарт. Он, собственно говоря, проходил процедуру рассмотрения в техническом комитете 122-м. Фактически форматы готовы, внутри Банка России он отцептован. Мы ожидаем окончательное акцептование со стороны Федеральной службы безопасности, собственно говоря, и после этого мы этот формат опубликуем на сайте. Значит, в этих форматах содержатся два больших блока. Первый блок – это блок, который касается данных, которые индифицируют плательщика и получателя денежных средств. То есть это такие бизнес-данные, скажем, номера счетов, номера карт, индификаторы телефонов, на которых был несанкционированный перевод. То есть информация, которая именно связана с переводами денежных средств. И второй большой блок вопросов – это информация, которая описывает детальные технические данные, реализованные в компьютерных атаках. IP-адреса, вот такие технические данные, собственно говоря. Документ достаточно большой, в нем порядка 150 страниц технических таких форматов. И приложена соответствующая джейсон схема. По мере того, как коллеги из ФСБ России формализуют свои форматы, очевидно, придется внести определенные изменения в это дело. То есть мы, вот то, что сейчас планируем выпустить, мы максимально, скажем так, гармонизировались с теми форматами, которые были доступны в настоящее время. И согласуем это с коллегами из ФСБ. Собственно говоря, у нас получается такая методологическая трехуровневая вещь. Первый закон определяет обязанности, то есть при выявлении несанкционированных переводов и попыток осуществления несанкционированных переводов направляет информацию в Банк России, определяет обязанность Банка России раздавать эту информацию. И, собственно говоря, эта вся история детализируется в виде нормативного акта, о котором я сказал. А технический формат описывается в техническом стандарте, который мы тоже опубликуем. Для того, чтобы реализовать информационный обмен, уже технически, создается и создана автоматизированная система, о которой, очевидно, более подробно будет рассказано в второй части сегодняшнего конференции. Артем Ильич Калашников здесь присутствует, он, наверное, сможет осветить технические аспекты этого вопроса. Вот. Это то, что касается этой истории. Дальше. Здесь важно какой момент отметить. В тех признаках, о которых я говорил, основной упор сделан на то, что в признаках выявления несанкционированных переводов основной упор сделан на то, что одним из основных признаков является, скажем так, выявление в платежном распоряжении, которое поступило в кредитную организацию, данных, которые ранее были зафиксированы в базе данных, а не санкционированных переводов, которые ведет Банк России. То есть, грубо говоря, номера счетов, получатели, которые, скажем, условно, в кавычках ранее зафиксировались, как дропперы, очевидно, это основной признак для того, чтобы провести дополнительные проверки со стороны, проявление такого признака, как провести дополнительные проверки со стороны кредитных организаций. Здесь надо отметить один важный аспект, что закон не предусматривает не остановку платежа, а получение дополнительного подтверждения от клиентов. То есть, наличие даже информации, собственно, в этой базе данных с последующим распространением в кредитной организации не приводит к тому, что, собственно говоря, никакие платежи в авиации этого клиента не проходят. То есть, это не черный список, то есть, это некий серый список, который предполагает, значит, не блокирование платежа, а проведение дополнительной проверки относительно легитимности этого платежа. Также полномочия Банка России новым законом были расширены. Значит, теперь Банк России является регулятором области защиты информации, безусловно, по согласованию с двумя уполномоченными органами федеральными, которые здесь присутствуют как в области ведения банковской деятельности, так и в области ведения деятельности в сфере финансовых рынков. Значит, соответственно, под эти, опять же, 167-й федеральный закон внес изменение в закон о банке России. Мы начали работу по разработке двух нормативных актов Банка России, которые будут устанавливать, пока рамочных, нормативных актов Банка России, которые будут устанавливать требования как для кредитных организаций на более широкую область применения. Если сейчас известное положение 382-п устанавливает требования только к инфраструктуре, которая задействована в штении перевода в денежных средств, то, собственно говоря, нормативная, которую мы зарабатываем, предполагают установление требований к инфраструктуре, которые, в принципе, задействованы при ведении банковской деятельности. Значит, и, собственно говоря, второй нормативный акт, который под новую полномочию Банка России, это, собственно, нормативный акт, который устанавливает требования к защите информации при ведении деятельности в сфере финансовых рынков, который, собственно, будет распространяться на все эти организации, о которых я говорил, который упомянул в 86-м федеральном законе. Пока эти нормативные акты рамочные. Ключевой принцип этих нормативных актов, которые мы, наверное, будем в ближайшее время выдерживать, это по мере разработки государственных стандартов, которые мы анонсировали, значит, мы будем включать нормативные ссылки на эти государственные стандарты в этих нормативных актах с определенным уровнем защищенности. Для того, чтобы основной методологией, которая у нас имеет место быть, все-таки формировать в рамках ГОСТов, один из которых мы разработали, это ГОСТ по защите информации. И еще ряд ГОСТов мы планируем к разработке. Эти, значит, документы многократно уже освещались. Это ГОСТы по управлению инцидентами, ГОСТ по аутсорсингу, ГОСТ по обеспечению непременности деятельности и ГОСТ по управлению киберрисками. Вот фактически вот эти четыре дополнительных документа. И по мере готовности, эти документы разрабатываются техническими действиями СОЦ2, по мере выпуска этих ГОСТов, мы будем очевидно установить нормативные ссылки на эти ГОСТы по системе полномочий, которые у нас имеют место быть сейчас, тем самым обеспечивая обязательность применения этих ГОСТов. Поскольку сейчас в настоящий момент у нас имеет место быть только ГОСТ по защите информации, то вот в этих двух актах мы определяем уровень, тот уровень по этому ГОСТу, который должны выполнять разные категории, значит, разные категории кредитных организаций и некредитных финансовых организаций. Значит, основным принципом, основным принципом, значит, установления требований по этому ГОСТу, ну, наверное, коллеги, вы знаете, что там в нашем ГОСТе имеется три уровня защищенности, это уровень, собственно говоря, третий, это самый низкий, второй, средний и высокий, первый уровень, то есть разный набор требований к разным категориям организаций. Мы видим, что те субъекты, скажем так, наши подразумные субъекты, которые являются значимыми на финансовом рынке, а это в первую очередь те организации, которые категорируются по постановлению правительства о категорировании субъектов КИИ, о котором сегодня говорилось, объектов КИИ, о котором сегодня говорилось, которые попадают в значимые объекты КИИ, то, по нашему мнению, на эти категории организации необходимо распространить как бы первый уровень по нашему ГОСТу, самый высокий. Для малых организаций, такие вот микрофинансовые организации, ломбарды, потребительские сельскохозяйственные кооперативы, то мы видим необходимость распространить минимальный уровень третий. Все остальные методы исключения, очевидно, должны попасть во второй уровень. Вот такой вот общий принцип, который пока в проектах нормативных актов мы закладываем по распространению требований ГОСТа. Собственно говоря, по мере разработки новых ГОСТов мы, очевидно, будем менять нормативку и включать требования о необходимости применения новых ГОСТов. А постобру можно забыть? Ну, постепенно да. Да, постобру можно забыть, да. То есть мы, ну, почему мы перешли на разработку ГОСТов? Потому что у нас задача сделать требования постепенно обязательными, да. Значит, отраслевые стандарты мы видим, как-то вообще говоря, новая тема, которую будем пытаться стандартизовать, например, как непередность деятельности, например, да, в основном, говорили, там, вот у нас вышел недавно стандарт про вопросов управления рисками при аутсорсинге, да. У нас логика какая, что вначале мы пытаемся выпустить все-таки СТО, которое будет являться рекомендательным стандартом, да, как бы вот на некоторое время, там, на год, на два, на три, может быть, да, на ноту, да. Попробовать участникам рынка поприменять его, а потом на основе опыта применения, на основе нашего понимания, как бы, да, нашего взаимодействия с участниками планово перевести его в ГОСТ и по следующему обязательному закреплению обязательности, закреплению обязательности его применения, скажем, вот в таком алгоритме. То есть, скажем так, стандарты типа СТО, стандарты Банка России отраслевые, да, рекомендательного характера, мы видим, как, скажем так, предварительный этап к разработке ГОСТа для того, чтобы сделать потом его обязательно. Вот поэтому у нас видится, что, вот, допустим, для примера, да, что в перспективе разработка ГОСТа по управлению рисками при аутсорсинге, которую мы будем базировать на тех наших разработках, которые мы имеем в рамках СТО по управлению рисками по аутсорсингу, да. Вот, ну вот, то есть СТО-то, как бы, некая такая прелюдия к ГОСТу, скажем так. Вот, еще один важный момент, который возникает в связи с новым федеральным законом, 167-м, это взаимодействие оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя для цели своевременно остановления платежей в случае обращения юридических лиц. Значит, что предусматривается законом, что в случае обращения юр-лица в банк плательщика, о несанкционированном переводе, после списания денег уже, собственно говоря, деньги ушли в банк получателя, значит, предусматривается оперативное взаимодействие банка-плательщика и банка-получателя, для того, чтобы деньги можно было в какой-то момент времени остановить, если они еще не ушли на окончательно расчетный счет. И вот этот порядок взаимодействия также определяется Банком России по закону, да. Мы, как бы, провели достаточно плотные дискуссии относительно, значит, реализации этого порядка внутри Банка России и все-таки решили, что должна быть централизованная схема взаимодействия. И эта централизованная схема также предполагается реализовать через информационные сервисы Финцерта, да. Собственно говоря, вот этот термотивнак, который сейчас подготовлен тоже, да, и проходит финальная стадия визирования, опять же, должен уйти в минус в ближайшее время, он нам предусматривает этот порядок взаимодействия между банком-получателем и банком-плательщиком вот этого взаимодействия с целью сформирования остановки платежа через сервисы Финцерта. И это будет прописано в нормативном акте Банка России. И, естественно, возникает последняя тема, которую я хотел осветить, возникает много вопросов относительно информирования об инцидентах информационной безопасности. Но, как мы знаем, в том числе и с сегодняшнего выступления коллег из ФСБ России, значит, естественно, все организации кредитно-финансовой сферы являются субъектами критической информационной инфраструктуры вне зависимости от, так сказать, размера бизнеса, так сказать, масштаба бизнеса, влияя на, так сказать, на финансовый рынок и так далее. То есть, начиная, там, условно говоря, от московской биржи, заканчивая, там, небольшим ломбардом, который расположен, условно говоря, в каком-нибудь регионе, да, все эти, все это объекты, все это субъекты КИИ. Значит, вся эта группа организаций обязана информировать уполномоченные органы компьютерных инцидентов. Таких организаций порядка 20 тысяч. Вот. Значит, в то же время, в то же время, в новой редакции 382-го положения, собственно, и в тех документах, которые мы готовим под новый закон, мы, безусловно, предусматриваем информацию, направление, предусматриваем положение о направлении информации о компьютерных инцидентах Банк России. То есть, фактически получается, что, значит, у наших поднадзорных возникает обязанность информирования два адреса, да. Значит, понимая, что это может оказаться обременитель для кредитных организаций, мы провели ряд совещаний с коллегами из Федеральной службы безопасности, на которых пришли к такому, скажем, пониманию ситуации, что о возможности направления и возможности информирования о компьютерных атаках в рамках 187-го Федерального закона о безопасности и критической информационной инфраструктуры через информационные сервисы Финцерта. То есть, в этом случае Финцерт будет являться неким таким узлом, в который будет направляться информация как в рамках полномочий, в рамках обязанностей по нашим нормативным актам, так и в рамках обязанностей, которые присматриваются в законодательстве безопасности критической информационной инфраструктуры. Но вот это решение о том, что наша подназорная организация информирует уполномоченный орган через наши сервисы, должно быть направлено как в Банк России, так в письме, в виде официального письма, так, собственно говоря, и в уполномоченный орган. То есть, поэтому в рамках нашей доверенности, которая зафиксирована протоколом, Банк России предложено направить, то есть, в ФСБ России согласована такая возможность такого способа информирования, и предлагается Банк России направить информационное письмо нашим подназорным, чтобы подназорные уведомили как нас, так и, собственно говоря, уполномоченный орган, что они выбрали именно такой способ информирования о компьютерных инцидентах через официальный сервис Финцерты. Значит, очевидно, что в ближайшее время мы такое письмо подготовим и всем нашим подназорным и ассоциациям его, наверное, пошлем, для того, чтобы этот вопрос прояснить. Вот у меня кратко все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok